Я когда ее увидела, думала, вау, какая красотка! Я поняла, что я россиянка и выросла в России, но у меня нет ни одной капли русской крови. Она сказала, что у нее трое детей с шикарной фигурой. Это конкурс для того, чтобы создать семью, это для того, чтобы объединяться, общаться, дружить и развиваться, и учиться друг у друга новому. Она открыла, запустила и успешно оперировала 12 бизнесов. Для меня это моя вторая семья, это моя жизнь. Итак, последнее приготовление красоты, потому как кофе мы сегодня пьем с королевой, даже, наверное, с двумя королевами. Да, это так, эта программа «Говоря обо мне». Я Юлия Евгеньевш, Надь Евгеньевш, большой привет, Катюша Субыцная тоже. Ну и, конечно же, представляем наших королев здесь, Евгений Бортник и Евгения Иволга. Еще одна вот королева есть, чуть-чуть попозже ее тоже представим. В общем, от корон, честно говоря, в глазах просто все сияет и серебрится. Какой-то волшебный сентябрь у нас сегодня здесь. Доброе утро, девочки! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Каким же образом мне таким посчастливилось невероятным моментом пить кофе утром вместе с вами и нам, с нашими уважаемыми радиослушателями, вдруг королевское кофе. У нас последние дни пропитаны разными известиями о королевах, но в данном случае мы радуемся на вас и радуемся, что вы до нас доехали. Какой кофе вы предпочитаете? Я очень люблю мачо латте, на самом деле это хороший субститю для тех, кто хочет кофе, но не может себе позволить большую дозу кофеина. Но если нет опции попить мачо, я буду пить латте без сахара и с овсяным молоком. А вот это первое, что это мачо латте, это как это готовится? Это новая альтернатива для тех, кто хочет иметь хорошую дозу кофеина часов на 8. Но оно не как кофе дает кофе раш на небольшой промежуток времени и потом идет на спад, а дает стабильную энергию на 8 часов где-то так. И это экстракт зеленого чая, в 100 раз усиленный, чем сам зеленый чай. И для того, чтобы получить хорошего качества мачо, ее нужно собрать в определенный период времени. И в Японии, где собирают эти листики зеленого чая, из которых делают потом порошок мачо, они специально затеняют тканью, чтобы они не желтели и не давали горечь впоследствии в напитке. И качество мачо проверяется по оттенку изумрудного цвета. То есть чем она зеленее, тем она вкуснее и качественнее, чем мачо более горчичного цвета или некрасивый зеленый цвет. Это значит, что качество мачо очень низкое и она была собрана неправильно, не по хорошей технологии. Вот такая у нас королевская эстетика. Определяем красоту зеленого цвета. Ну так зеленый цвет, что он делает, он выводит цвет кожи, он борется с большим inflammation, как сказать, воспалительными процессами в организме. То есть это напиток молодости, красоты. Ну, глядя на эту удивительную девушку, которую зовут Евгения Иволга, можно совершенно точно верить каждому слову, которое она здесь сегодня говорит нам. Спасибо тебе за то, что поделилась. Сейчас мы посмотрим, какой же кофе пьет у нас Евгения Бортник, потому как она имеет прямое отношение ко всем тем конкурсам, которые определяют королев красоты. Какой сейчас грядет конкурс и какой кофе ты пьешь, когда у тебя такой интенсивчик? Я, конечно, любитель выпить капучино. Капучино? Мачо, да. Но так как меня окружает кругом восхитительная королева, и я всегда люблю учиться лучшему и перенимать все самое интересное и вкусненькое, так что я тоже увлекаюсь мачо и по возможности миксую по очереди. Разочек такой разочек. И сколько в итоге у тебя получается спать? Четыре часа в сутки. Четыре часа в сутки. Ребят, мне кажется, уже никакой мачо не поможет. Мы чуть попозже узнаем, что пьет еще одна королева, присутствующая в студии, сразу же после этого трека и легкого рекламного отступления. Эта программа «Говоря обо мне» в субботнем утре. Жаль, если вы пропустили наше детское роскошство. «Говори обо мне» авторская программа «Юли и Надя Евгеньевна». Мы продолжаем программу «Говори обо мне». Гостями у нас сегодня «Королевы красоты». На самом деле все три девушки являются королевами красоты, только две из них в короне. У одной сложная корона даже входит в кадр, но это даже интересно. И Евгений Бортник – это человек, который имеет прямое отношение к организациям тех самых конкурсов, на которых мы с вами, дорогие, определяем, кому же быть королевами. Евгений Бортник, Евгения Иволга и Анеля Алимова. Все они удивительно содержательные люди. И кофе-то мы тут уже начали пить, понимаете, когда человек описывает, какой кофе он пьет и насколько он подходит, с каким вниманием к этому, да. Как он говорит о том, как он это готовит или на ходу. То есть это очень много определяет в его жизни, потому как мы проявляемся во всем, что делаем. И, наверное, наш утренний кофе – это тоже такой небольшой маячок для того, кто с нами его пьет. Очень интересно было бы услышать Анеля Алимова. Тебя, пожалуйста, какой кофе пьешь ты? Потому как о тебе еще пока мы можем только гадать, что там у тебя. Всем привет. Привет. К сожалению, я кофе редко пью. Я, как истинная казашка, пью чай с молоком, черный чай и зеленый чай. Черный чай, зеленый чай. Как ты красиво сказала, истинная казашка. То есть твой путь в американской, да, уже по эту сторону океана, начался не так давно. Или ты здесь давно, но несешь в себе вот это ощущение, да, продолжения твоей линии? Ну, я, да, не так давно, где-то в течение года я как переехала в Америку, но все равно я думаю, что это со мной останется чай с молоком. В течение года? Да. Ой, так ты за новенького. Самого тебе здесь доброго, хорошего и интересного. Девочки, программа называется «Говоря обо мне». И, конечно же, мы понимаем, что интриги королевского двора – это всегда такая тема, которая неисчерпаема. Она увлекательна, но с вами, когда общаешься, понимаешь, что вы как-то не по интригам. Поэтому, так как «Говоря обо мне», давайте каждый из вас позволит тому, кто находится рядом, рассказать о себе. Вот удивительная королева Евгения Иволга. Жень, фамилия Иволга – это псевдоним или это то, что в тебе было всегда, ты продолжаешь свой какой-то там род этой фамилии? Или расскажи, потому что невозможно просто не поинтересоваться. Это самая интересная история из моей биографии. Это фамилия моего уже бывшего мужа. И многие люди считают, что это моё имя. И есть несколько американок, которые мечтают назвать своих девочек именем Иволга. Я амбассадор этой фамилии, несмотря на то, что были сложности в моей биографии, связанные с уже бывшей семьёй. Но эта фамилия – это часть меня. И очень хороший эгрегор у содержательного слова Иволга – это птица, которая несёт счастье. Вот, так что я думаю, что я совпадаю с тем знаменательным значением, которое оно придаёт. И это уникальная фамилия, очень мало однофамильцев. В России прямо популярно называть… Есть электропоезд Иволга, есть социальная карта москвича, по-моему, называется Иволга. Есть турбаза отдыха в Подмосковье. А когда по-американски звучит это? Ну, они называют «Ай-Волга», но это тоже как бы всё равно классно. Это уже «Ай» и «Волга». «Ай» и «Волга», да. Ну, у меня маленькие детки, и они ходят сейчас в чартерную школу, и их там на спэнниш языке постоянно зовут, что они «Иволга». Поэтому у нас дома есть никнейм для малышей, мы их зовём «Иволга». У тебя малыши сколько детей? У меня трое деток, старшему мальчику 12 лет, его зовут Максим, сыночек, привет. И деткам 6,4 девчонки у меня Irish twins. То есть если дети рождены меньше, чем 2 года разница, то здесь это называется «ирландские близнецы». То есть они чувствуют и идентифицируют себя как что-то единое, но при этом они рождены в разное время. И чаще всего младший ребёнок подтягивается под интеллектуальный уровень старшего. Ну да, сложно себе представить, что это было бы наоборот, конечно. Бывает и наоборот. Ну нет, когда 2 года. Интересно. Ну хорошо, давай теперь о твоей короне. Или ты хотела бы, чтобы о твоей короне рассказали девочки, которые рядом с тобой в студии? Ну я пытаюсь быть с претензией на скромность, но мне всегда кажется, что лучше по мне расскажут мои друзья. Тензии на скромность. Анелечка, расскажи что-то знаешь. Ну у нас такая история. Мы в прошлом году, когда у нас был кастинг в Нью-Йорке, я прилетела с Казахстана буквально 3-4 дня. Я никого не знаю. Осталась у подруги дома. Пришла на кастинг. Увидела прекрасную Иволгу. Я когда ее увидела, думаю, вау, какая красотка. И потом Иволга, да, Иволга, она подошла ко мне. Я сказала, боже, какая ты красивая. Я думаю, все, она выиграет конкурс. А я подхожу к ней и говорю, Анелле, мне негде ночевать, меня зовут Женя Иволга. Помоги. Я говорю, знаешь, я сама у подруги остановилась. Но знаешь, ты такая красивая, что я, наверное, тебя это, даже, ну, подруги не буду спрашивать, оставайся у меня дома. Девочки, ну это, конечно, настолько по-девчоночи. И абсолютно никаких интриг Королевского двора. Ну точно, просто. А скажи, Жень, а ты сколько здесь уже находишься? Я живу здесь 11 лет. Моя семья выиграла грин-карт-лотерею. И я переехала с Кавказа. Вот, при всем, при этом, идентификация моей национальности произошла за бугром. То есть здесь я поняла, что я россиянка и выросла в России, но у меня нет ни одной капли русской крови. У меня есть украинцы, молдаване, мой прадед немецкий барон, и у меня бабушка Джу Ашкинази. Это очень такой интересный трайп евреев, которые европеоидные, и они пошли от 8 еврейских женщин. Ну, ты уж сразу-то все дайжестом так не выдавай. Мы, в принципе, когда ты что-то называешь, ассоциации у всех идут прям таким плотным потоком. Но это, конечно, очень здорово. И сейчас ты не в Нью-Йорке, да? Ты находишься... Я живу в Орландо. В Орландо, да. Мы живем в Орландо. Я живу, как у нас шутят местные, на бэк-ярде Микки Мауса. Вот это классное место для семьи, для детей, очень зелено, очень много активитис, куда можно пойти и развлекать своих малышей. Поэтому Орландо в ближайшие 10 лет еще точно мой дом. Королева с бэк-ярдами Микки Мауса. Красота. Скажи, а твой первый титул королевский, он когда был тобой принят? Я даже не знаю. Я пыталась участвовать в 10 классе краса Северного Кавказа. Сбежала с госэкзамена, а гадовые экзамены, которые отчетные перед летом пропустила, нагоняя от классной руководительницы, получила. Но туда я не прошла. В России мне постоянно говорят, что я толстая и низкая рост. То есть ее корона не входит в камеру. Представляете, да, человек сидит, стандартное наше место, гости, радиогости. Но здесь мне постоянно на протяжении многих лет постоянно подходили, говорили, тебе нужно моделировать, участвовать в кино и конкурсы. Я думала, нет, а ну они прикалываются, наверное. И ты вспомнила 10 класс и тряхнула стариной. Нет, я во время развода думаю, а что это? Пойду-ка себе самооценку подниму. Подняла так, что до сих пор опустить не может. Девчонки, какая прелесть. Хорошо, спасибо. Анель, может быть, еще что-то по тому, как Женя чувствовала себя во время конкурса. Ведь закулисье, как она говорит, да, я живу на Букьярде, Микки Маус, это тоже закулисье своеобразное. Закулисье конкурсов красоты, это самое страшное. Пройти там, да еще и выйти с такими подружками, это какая-то особая история. Мы об этом подробнее спросим у Жени Бортник, потому что это же она организовывает. И она-то из-за кулиси прошла с самой юности. Расскажи, пожалуйста, Жене и Волге о закулисье. Ну, я никогда не участвовала на конкурсах, это мой первый опыт. Я просто тоже решила попробовать своей силой. И я очень благодарна. Я благодарна этому конкурсу огромное. Я обрела очень классных друзей. Вот, и Волга, это в том числе. Я когда приезжаю в Орландо, она меня всегда встречает. Я была просто удивлена, когда она сказала, что у нее трое детей с шикарной фигурой. Я говорю, как так, ты что, в холодильнике или в морозильнике хранишь себя? И когда я посмотрела режим работы, она просто как, не знаю, вообще не спит. Успевает все. Это, я думаю, что каждая женщина, ну, должна стремиться к такому. Она очень успешна, у нее свой салон красоты в Орландо. Я желаю тебе успехов. А детки вообще у тебя просто огонь. Ну что, это действительно интересное явление, наверное. Евгения Бортник вступает в разговор. Женечка, еще раз доброе утро. Спасибо тебе за таких гостей, которых ты привезла с собой. Мы не первый раз встречаемся с тобой перед какими-то событиями, которые ты планируешь, которые ты творишь. Вот сейчас мы через то, как девочки чувствовали себя, и как это все происходит, когда на уровне организации, на уровне тайного закулисья, да, абсолютно люди дружат. Ты прошла конкурсы красоты по разные стороны океана. И толченое стекло в башмаках было, и платье прятали, и все скандалы, склоки, и какие-то там подкупные места. Как тебе удалось вывести конкурсы красоты на такой новый уровень, где люди общаются между собой и совершенно не чувствуют тех самых ужасов и страхов, когда любой ценой, но дойти, да? То есть победа любой ценой. А после этого хоть потоп, да, как говорят? То есть каким образом, Женечка, это твои выводы какие-то, да, которые ты делала? Это мои выводы, это мой личный опыт, это мое личное «хочу». Вот. Я просто не могу отойти от этих разговоров, что я слушаю и наслаждаюсь этими речами девочек, и меня это приводит вообще просто в влажнение. Ну да, наверное, совсем другие речи были, когда ты в 17 лет попала на конкурс красоты первых. Да, там все было, конечно, по-другому. Просто когда уже я приехала в Америку, и у нас уже там выровнялся как-то наш семейный бизнес, вот, я родила, и это все были такие случайные заявки на осуществление мечты. И когда мы пришли к этому, я села и поняла, что если я буду делать этот проект, я буду делать его по своим правилам. Потому что если жизнь игра, то я в ней королева, и, значит, я устанавливаю правила в своем королевстве. И когда я собирала девочек, и когда я начинала давать рекламу, звонить, спрашивать, кто хочет, рассказывать о проекте, я говорила всегда, наверное, да, при интервью, что это конкурс для того, чтобы создать семью, это для того, чтобы объединяться, общаться, дружить и развиваться, и учиться друг у друга новому, потому что у нас конкурс не ограничен в возрасте, и у нас есть просто всевозможные варианты девушек, у нас архитекторы, модели, у нас визажисты, парикмахеры, и огромное количество людей из разных областей. Можно проявить себя в разных областях. Да, то есть и каждая может поделиться своим опытом. Мне кажется, даже если сейчас мы напишем в наш чат девчонкам, с любым вопросом кто-то где-то ответит, потому что все в разных уголках планеты и Штатов, и мы друг к другу летаем в гости абсолютно постоянно. И я наслаждаюсь именно тем, что у меня получилось создать вот этот нетворкинг для девушек, но не только для них, а еще и для команды, которая работает за кулисами, потому что мне жизнь принесла новые знакомства, новых профессиональных людей, которые меня тоже учат чему-то. И они приходят в проект, и каждый что-то свое вносит. Мы собираем волонтеров, которые помогают в этом году. То есть у нас там новый большой зал будет в этом году, сцена шикарная, тысяча мест в зал. Давай, пожалуйста, расскажи о том, что готовится, как готовится. И к 12 декабря это все сейчас событие. Как называется и что вы делаете здесь? Почему вы прилетели сейчас сюда в коронах? Сегодня мы здесь, потому что мы проводим кастинг. И мы сейчас неделя моды в Нью-Йорке, и мы привлечены к неделе моды, и к 11 сентября. И вообще мы все вместе пытаемся объединить, и мы проводим кастинг для набора участниц на наш конкурс. Вот мы проводим его в центре, в ресторане Мишка Соха. Мы приглашаем всех туда сегодня на кастинг. А во сколько начинается кастинг? Завтра в 10 утра. Завтра в 10 утра. Обозначьте, пожалуйста, электронные какие-то адреса, чтобы можно было даже, наверное, не адреса, а сайт, или страничку на Фейсбуке, чтобы не просто прийти сразу туда, а все-таки побольше узнать о том, что это за конкурс, что за призовой фонд, кого там требуется, какие требования. Все расскажем. Хорошо, и сначала прямо сразу сайт. LadiesTheWorld.gmail.com Все очень просто. Леди Мира. LadiesTheWorld. Можно написать на Инстаграм, он точно так же пишется LadyOfTheWorld с нижним подчеркиванием между словами. Все легко, все легко и просто. И когда, например, Женя и Волга присоединилась к этому конкурсу, ты также просто зашла на сайт, посмотрела, решила идти, поднимать себе самостоятельно? Моя история была немножко другая. Я хотела участвовать как спонсор, но буквально, когда я уже почти приняла это решение, связалась одна из девочек-спонсоров и говорит, тебе нужно участвовать. И я говорю, ну, блин, я не знаю, я уже взрослая, многодетная. И ты написала в анкете, могу участвовать как спонсор? И тебе сказали, а, ну давай. Нет, я написала, кстати, на e-mail, и они молниеносно мне ответили. А еще был вопрос такой. Меня пригласили участвовать в Miss Universe, потому что в COVID они смогли привезти девочку из России. И меня нашли в Америке и сказали, пожалуйста, substitute, потому что у нас беда. Нет representative of your country. И у меня стоял еще вопрос, что я не могла оглашать, что я участвую в этом конкурсе, пока я не доучаствовала в том. И они мне говорят, мы уверены, что ты, конечно, не победишь, хотя ты красивая, но приходи к нам, у нас все честно. И когда на следующий день Женя была со мной на связи, она мне позвонила после финалс, она говорит, ну что, победила? Я говорю, нет, а теперь добро пожаловать в настоящий конкурс. Я ждала этот момент. И на самом деле я хочу отметить, что у меня сейчас уже большой опыт участия в конкурсах красоты, я имею огромный experience. И я была очень скептически настроена по поводу очередного конкурса в Майами. Думаю, ой, ну что там можно сделать? Но Женя, она взорвала просто комьюнити, и это действительно справедливый конкурс. Победила достойная девочка. Очень было классно смотреть, как мы развивались в течение недели подготовки и как на сцене победил сильнейший. То есть я абсолютно не чувствую, что там... Мне кажется, она раскрылась даже на сцене в этот момент. Вот как бы надо уметь признавать достойных... Я не могу даже сказать... Ну, радоваться за них. Да, потому что это благостно, когда ты понимаешь, что всё по справедливости происходит. И та семья, которую я обрела, это до конца жизни. Девочки, так о содержательной части. Вот, понятно, визуальная часть, да, красота. То есть мы говорим о конкурсе красоты. Но ведь понятие «lady of the world» несёт в себе значительно больше. То есть каждый из вас представляет ещё и то, что несёт. Вот, например, если говорить об Анелле, Анелле Алимова здесь сегодня. Может быть, ты, Жень, расскажешь об Анелле? Я врываюсь, я врываюсь, я скромница. Я уникальная, очень девочка. Анелля – это человек-космос. Она, во-первых, человек, который признан почётным гражданином Казахстана. Спасибо. За то, что она открыла, запустила и успешно оперировала 12 бизнесов. Это женщина, хрупкая женщина, которая смогла в разных сферах добиться абсолютного успеха. Она очень крутой бизнес-коуч. То есть если я когда-нибудь надумаю до конца довести свои проекты в бьюти-индустрии, то это будет человек-наставник мой. Она внесена, так же, как и я, в книгу «Великие женщины мира», которая издана и опубликована издательством «Adelways». И она распространила эти, как они называются, юбилейные издания по всем библиотекам мира. То есть если зайти в библиотеку и спросить книгу «Великие женщины мира», то можно найти там Анелечку. И там будет рассказываться её история, путь становления. Ну и моя, конечно. И тоже история, путь становления. Ничего себе. Вот благодаря таким Network Connections, когда ты знакомишься с сильной командой, которая тянет тебя за собой и пытается тебе дать в жизни всё самое лучшее, делиться из изобилия, из достатка, Анелля, она такая. Благодаря... Обмен энергии. Да, да. То есть я считаю, что это супер-мега-человек. А я, если буду на одну десятую от неё, то моя жизнь удалась. Я бы тоже хотела добавить. Анелля. Да, пожалуйста, Жень, добавляй, и мы вопросы зададим. Сейчас все файлы плакать. Я просто очень быстро и кратко скажу. Как бы каждый проект, я говорю со стороны своей организаторской, каждый проект не проходит без каких-то эксцидентов. И у нас случилась трагедия природы. Природа не дала нам уехать на яхте. И нам надо было срочно менять фотосессию и что-то делать. И я так расстроилась, потому что я обещала девочкам яхту. Я так её хотела. И пошёл ливень и затопила эту яхту, и затопила лодку. И мы не смогли поехать на путешествие на фотосессию на яхте. И я в этих расстроенных чувствах звоню своему другу. У него был понтон. И я ему говорю, Дима, выручай, вези. Надо 16 красавиц завезти на остров двумя охотками. Пожалуйста, мы хотим фотосессию. Нам нужно их покатать. И он говорит. А я ему звоню в 12 ночи, когда мне сказали, что лодок нет, яхт нет. Я со слезами, пожалуйста. Дима говорит, Женя, для тебя сделаю всё. Выплывает в 7 утра. Мы едем его встречать. Мы просто приезжаем. И у него отрывается руль в кантоне. Просто, представляете, в канале. Его чуть не унесло в океан. И он якорем пытался добраться до берега. Он не смог нас покатать тоже. И я вот в этой истерике стою. Такая, и вдохнуть не могу. У меня просто... Я понимаю, что нужно собраться, срочно думать, что делать. Там, да, девчонки поддерживают. И с нами девочка ещё была наша Ольга, Аниська. Она стоит, говорит, всё, едем на скалы. Будем фотографироваться на океане, на скалах, в парке. Новая идея. Давай я всем звонить. Но я дышать не могу. И в какой-то момент я просто задыхаюсь. И Анеля подходит просто сзади, обнимает меня вот так. И говорит, дыши. Дыши. Ты сможешь всё. Я плачу. И я просто вдыхаю. И говорю, так, всё, едем, едем, всё поменяли. И я просто... Это правда, это правда. Это действительно были такие моменты там, Спасибо, девочки. Невозможно просто... Невозможно не описать, и об этом всегда хочется говорить и рассказывать. Это просто для меня, это моя вторая семья, это моя жизнь, и я буду дальше это делать всегда. Девочки, это женская дружба. Вот то уникальное явление, которое мы сейчас слушаем. Она всем помогала, она всех красила, она там у нас на конкурсе, она просто всегда всех поддерживала, все уже бегут. Вы понимаете, да, уважаемые радиослушатели, если вы хотите ощутить тоже себя частью этого всего, то 12 декабря вам туда, завтра на кастинг. Говори обо мне. Авторская программа. Юля и Надя Евгений Руш. Ну, продолжим нашу программу. Честно говоря, никогда еще не пила кофе в окружении корон. Настолько это интересно и красиво. Евгений Ивылган, Анеля Алимова и человек, который творит все это, Евгений Бортник. Женщик, я думаю, что все-таки давай вернемся сейчас, прежде чем мы еще к судьбам девчонок как-то перейдем. 12 декабря. Что это? Где это? Какие у нас этапы прохождения кастингов? Если завтра первый кастинг, да, в Нью-Йорке, что будет дальше? Буквально 3 минуты. У нас будет еще несколько кастингов, мы планируем провести в некоторых больших городах кастинги. Также завтра у нас кастинг в Нью-Йорке и мы еще проводим онлайн-собеседование с девушками из других стран, так как они не могут прилететь за полгода до конкурса. Следовательно, мы проводим онлайн-собеседование и очень хотелось бы сказать, что у нас будет финал только не 12, а 10 декабря в Касино Дании Бич, Майами. Всех ждем, приезжайте. Финал будет длиться 7 дней, 7 дней, 7 ночей. Как строили мир, так и мы строим наш проект. Он включает в себя очень насыщенную программу. программа состоит из каждодневных тренировок с девушкой из Калифорнии, с Марией. У нее профессионально модельное агентство American Model Academy. Она просто уникальный коуч с большим опытом. Она будет тренировать 4 часа каждый день девушек утром до обеда, чтобы они были у нас в тонусе и собраны и готовы к финальному шоу на сцене. Также у них днем запланированы каждый день фотосессии с визажистами, с стилистами, с дизайнерами и фотографами. У нас команда из 6 уникальных фотографов, которая тоже собрана со всей Америки. Это там и Майами, и Калифорния, и Новый Орлеан. И очень просто... Блин, что-то я еще раз захотела участвовать. И у нас вот сегодня снимает и фотографирует один из наших фотографов Юлия. Очень спасибо, что к нам приехала. Юлия Лучи. Да, вот. Значит, фотосессии. Фотосессии, они разные тематические, в них абсолютно разные виды фотосессий. Это большой опыт. И команда, которая нам помогает с фотосессиями, кроме фотографов и дизайнеров, это Анелия Алим, которая открыла в Нью-Йорке за год, представьте, после нашего конкурса модельную школу косметологии, которая занимается мейкапом, визажом. Да, и вот мы сейчас на неделе моды ее приехали поддерживать, и она привозит огромное коллеги, у нее своя школа, визажа, в Нью-Йорке. Минуточку, на неделю моды приехали поддерживать. Да, то есть ты участник. Уже сегодня, получается, за год я нашла продюсеров, и мы сегодня организовываем на Уолл-стрит Нью-Йорк фэшн-вик, пять дизайнеров, моя команда 15 человек визажистов, и у меня школа, да, так и называется Нью-Йорк мейкап скул. И благодаря Анелии у меня исполнилась мечта поработать на Нью-Йорк фэшн-вик, потому что правильные люди подтягивают тебя в правильные места. Я сегодня организую Нью-Йорк фэшн-вик, вау, я сама себе не верю. И она поддерживает наш конкурс после выигрыша в нашем конкурсе. А мы поддерживаем ее мейкап-школу. Да, мы все вместе. И будем волонтерить, помогать. Я могу и вас сегодня туда запустить. Спасибо, я попробую так спонтанно среагировать на то, что сейчас слышала. О, шесть начинается. Ребят, значит, Анелия Алимова, если мы сейчас уже не успеваем, конечно же, расприкоснуться с этими уникальными проектами на гребне волны, потому что 12 бизнес-проектов, такой юный человек. Это уникальная девушка Евгения Иволга. Они обе, значит, женщины влиятельные, да, в мире, которые внесены в эту уникальную книгу также с золотым тиснением. Можно просто набрать также Евгения Иволга, да, где-то в поисковике, и вы увидите много информации об этих уникальных людях. Анелия Алимова и Евгения Иволга. Евгений Бортник, это человек, который делает тот самый конкурс. Женщин великими. Пожалуйста, да, еще раз скажи, конкурс как? Конкурс называется Lady of the World финал 10 декабря. С 4 мы начинаем всю сумасшедшую неделю, все эти 7 дней, и каждый вечер всех этих 7 дней будет заканчиваться в разных ресторанах по всему Майами с шикарными ужинами для девочек. И это будут такие вечера, и мы их так внегласно называем между собой творческие вечера или бизнес-форумы. То есть каждый ужин все участницы в течение недели будут иметь время и возможность в ресторане представить свои творческие способности. Рассказать о своих бизнес-проектах, рассказать идею свою. Танцевать, лепить, не знаю, пельмени. Даже если они девушки, которые занимаются семейным бизнесом. Чебуреки. Да, чебуреки. Если они, например, не имеют бизнес, но они занимаются семьей, и у них там дети, много детей, я даже сказала, вы можете устроить конкурс пеленали младенцев. Да, то есть каждая показывает то, что она может, то, что она умеет, то, что она с чем хочет поделиться. Любые идеи, проекты. Даже в прошлом году, я же рассказывала, у нас была и выставка картин. Сайт Lady of the World. Пожалуйста, туда зайдите и все это посмотрите. Анэра Алимова. Очень рада была познакомиться. Евгения Иволга. Спасибо за то, что посвятила красотой. Инстаграм Евгения Бортник. Дженни Бортник или просто мой прямой номер телефона 956 651 64 Очень интересно, что единственное. Да, давай еще разочек. 956 651 54 63 956 651 5463 Я на английском его знаю лучше, чем на русском. Так, еще раз. 954 956 651 5463 Прямой номер. Звоните, пишите. Я всегда на связи круглые сутки. Евгения Бортника. Она единственная здесь без короны, я имею в виду среди гостей. Но уверяю вас, у этой женщины корона действительно всегда именно достойно венчает ее умную головушку. счастливо. Девочки, счастья, и пускай все сбудется. Жду вас уже поодиночке, по очереди в эфирах, чтобы поподробнее поговорить с вами. Особо, особо о вашей женской судьбе. А еще вам большое спасибо. Спасибо. За то, что вы с нами. Спасибо. И, ребята, вы не представляете, если вы сейчас продолжите слушать нашу радиостанцию, то там будет такая музыка, которая светит вас в день совершенно точно. Ура! Счастливо. Удачи. Хочу субботину найти Генюш. Привет. Андрею Ласкателю огромный привет и огромное спасибо за то, что у нас сегодня эфир состоялся. Но он в курсе.